Нора, как он там жил? Как? Сложно? А на? Сложно, в подвале? Ну, моленько. Ой, ты боже, давай, 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 давай. Тихо. Смотри, я плакаю. Мои, менять не тихо. А что она там ела, слушай? Ела все, что можно было, все, что давали. Все, что было, все давали. У меня еще три собаки дома. Да, одну просто забрала. Ой, охранница. Встретили наших родных мариупольцев всего лишь 78 человек или целых 78 человек. На самом деле, каждая жизнь, она безумно важна, но на фоне более 100 тысяч мирных жителей там это ничтожно мало. И что самое страшное, вот люди в комментариях говорят, что сразу встали людей, не выпускали, не выпускали русские. Поэтому это все такая, я скажу прямо, лепуха, да. Ждите подробный материал сегодня на мариупольском телевидении. Русские автобусы, русское сопровождение, русские водители, куда нас везут, обещают Запорожье, а там не факт. Им верить же нельзя вообще. Скажите, вы не видели, не выходили ли люди с Азовстали? Я, насколько знаю, никто не выходил, потому что даже если кто-то вышел, они дальше не пропустили. Потому что мы попали на блокпост, когда бежали на эвакуацию. Они спросили, не Сазовстали ли мы, и им приказали всех, кто Сазовстали, не выпускать дальше. То есть если бы мы шли Сазовстали, нас бы не пропустили. Я про Победы, проспект Победы. Проспект Победы. А как вы узнали о том, что можно выехать? Как? А это сын там все время руководил. А вы не видели, не выходили ли люди с Азовстали, нет? Вот в автобусы выйти, нет? Нет, не выходили, мы сели на другом месте, мы сели где-то возле пивзавода и туда поехали. Я понял. Давайте еще раз тогда. Давай. Как зовут? Коля. Коленька, мой солнышко, мой братик Коленька. Спасибо. Все хорошо, дети.